Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Правительственная комиссия работает на шахте имени Ленина, где погибли пять человек и четверо пострадали. Внезапный выброс метана произошел ночью 3 ноября при бурении скважин. Седьмой фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий RoboLand 2022 стартовал в Караганде. В нем принимают участие школьники из разных городов республики и представители из других стран. 18 музеев страны представили свои экспонаты в Караганде. В областном центре впервые проходит республиканская выставка экспонатов между прошлым и будущим. Правительственная комиссия работает на шахте имени Ленина, где погибли пять человек и четверо пострадали. Внезапный выброс метана произошел ночью 3 ноября при бурении газодренажных скважин. В связи с аварией временно была приостановлена работа всех восьми шахт угольного департамента Арселор Миттл Тимиртау. В правительственную комиссию вошли представители МЧС, охраны труда, социальной защиты, здравоохранения, а также компания Арселор Миттл Тимиртау. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, также привлечены эксперты взрывотехники и несколько независимых организаций. Он отметил, что после сигнала тревоги диспетчерам шахты сразу же было принято решение о введении плана эвакуации. Трагедия произошла на глубине порядка 800 метров. К сожалению, мы имеем статистику пять человек, которые погибли в забое. Тела данных сотрудников подняты на гора. И сейчас находятся в судебно-медицинской экспертизе для определения причин смертельного исхода. Мы привлекаем туда экспертов взрывотехников для определения причин и фиксации непосредственно на месте. Кроме того, привлекаем несколько независимых организаций для того, чтобы было объективное расследование причин. На данное время можем констатировать, что это все-таки произошел выброс последующим хлопком метана по концентрации, которая составляла около 5%. То есть она является как раз в пределах самой взрывоопасной зоны. С последующим возгоранием. Что послужило причиной выброса, то это уже сейчас будет работать комиссия. Глава МЧС также отметил, что в последний раз эта шахта проверялась в июне. Тогда никаких критических показателей выявлено не было. Именно замечаний такого характера, связанного с выбросом метана, не были обнаружены на период проверки. Но неделю назад было зафиксировано повышение концентрации метана непосредственно в лаве. Но это находится в отдаленном состоянии от того места происшествия, где произошло. И по предписанию Госгортехнадзора лава остановлена. В брифинге также принял участие Аким Карагандинской области Жанец Касымбек. Он сообщил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. По четырем горнякам, которые сегодня находятся в больнице Макожаново, это областная клиническая больница, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние двоих средней тяжести. Есть помимо отравления газометаном и черепно-мозговые травмы. По пяти семям работа психологов, соответствующих медицинских, других организаций ведется. Вся необходимая помощь этим семьям будет оказана со стороны Акимата. Кроме того, в соответствии коллективным договорам будет оказана материальная помощь семьям в размере 10-летних заработных плат этих шахтеров семьям, плюс дополнительные в соответствии с колдоговором выплаты, связанные с погашением кредитов, обучением детей. Кроме того, с этого года в колдоговоре есть норма по приобретению дополнительного жилья для семей пострадавших. Своё расследование проводят и полицейские. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Стоит отметить, что за всё время работы на шахте имени Ленина погибло свыше 70 горняков. Наиболее массовая трагедия произошла в 2006 году. Тогда погиб 41 шахтер. В результате аварии на шахте имени Ленина пострадали 4 человека. Двум шахтерам потребовалась экстренная операция в Караганде. О состоянии пострадавших рассказали медики. «Состояние пациентов, находящихся в токсикологическом отделении, стабильное, без ухудшений. Отмечается некоторая положительная динамика. Состояние по пациентам, доставленных по линии с анавиацией, которым проведены операции, на сегодняшнее время с положительной динамикой. Пациенты находятся в реанимационном отделении. Сознание, снятый с аппаратов ИВЛ. Отмечается положительная динамика. В данный момент состояние тяжелое, стабильное». К другим новостям. Свыше 700 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с 1 октября. Согласно прогнозу экспертов, в предстоящий эпидемиологический сезон актуальны будут три штамма вируса гриппа. Об этом сообщили специалисты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 764 247 случаев острых респираторных вирусных инфекций. 521 – лабораторно подтвержденные случаи гриппа. Заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года. «Помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы. На другие негриппозные вирусы, вирусные инфекции обследовано 1202 пробы. Из них в 264 пробах установлены положительные результаты. В том числе были выделены риновирус в 93 случаях, пробах РС-вирус-77, парагрипп-31, коронавирус-20, аденовирусная-17, боковирус-10 и метапневмовирус-6». Специалисты отмечают, что чаще всего гриппом и простудными заболеваниями страдают несовершеннолетние. Количество заболевших детей растет практически во всех регионах страны. Школьники могут снова перейти на дистанционное обучение. В случае заболевания от 20 до 30% ОРВИ детей в одном классе в один инкубационный период, будет рекомендовано отменить кабинетную систему обучения и не принимать новых детей в класс. В случае роста заболеваемости более 30%, если в классе в один инкубационный период заболеет 30% и более детей, в таком случае будет переводиться обучение на онлайн-формат. Наиболее эффективным способом профилактики заболеваний является вакцинация. Прививку против гриппа уже получили 9,5%. Казахстанцев в текущем году на бюджетные средства закуплено свыше 2 миллионов доз. Вакцины Гриппол плюс производство России. Это позволит охватить 12% от общего населения республики. В Казахстане продолжается предвыборная кампания кандидатов в президенты. Напомним, что на главный полстраны претендует 6 человек. С бизнесменами и молодежью Карагандинской области встретились члены общественного штаба в поддержку Касымжумарта Тукаева. Активисты поговорили с избирателями о важности предвыборной программы кандидата. Подобные встречи с избирателями продолжаются по всей стране. В первые дни предвыборной кампании члены штаба провели уже больше 5000 агитационных мероприятий. С трудовыми коллективами шла речь о поддержке бизнеса и в целом человека труда. Тему политической модернизации Казахстана обсудили с лидерами неправительственных и молодежных организаций. Молодежь поблагодарили за активное участие в избирательной кампании, а представителям творческой интеллигенции напомнили о важности сохранения исторического наследия, поддержки культуры и развития отечественного искусства. Напомним, что в общественный штаб в поддержку Касымжумарта Тукаева вошли представители народной коалиции, состоящей из трех парламентских политических партий и 22 республиканских общественных организаций. А кандидат Жигули Дайрабаев в Карагандинской области ознакомился с работой Международного научно-производственного комплекса «Фитохимия». Сотрудникам предприятия он рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы. Затем кандидат в президенты от партии АОЛ в региональном штабе подвел итоги агитационной кампании за 10 дней. В онлайн-режиме состоялось рабочее заседание. Дайрабаев вместе с руководителями региональных штабов обсудил планы и промежуточные итоги. Отметим, что кандидат Жигули Дайрабаев и его однопартийцы уже провели агитационную работу в Жамбылской, Туркестанской, Казалардинской, Актюбинской и Акмолинской области. На встречах вместе с сельчанами он обсудил проблемы в сфере агропромышленного комплекса и озвучил свои предложения по развитию этой отрасли. Жигули Дайрабаев отметил, что встреча с карагандинскими избирателями прошла на высоком уровне. В мероприятии участвовали преподаватели и студенты. Были фермеры из Актугайского, Бухаржираусского, Каркаролинского и Абайского районов. Все они активисты Союза фермеров Казахстана. Кандидат в президенты от общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауизбаев призвал пересмотреть политику Национального банка. В ходе очередной встречи с избирателями Нурлан Ауизбаев отметил, что рядовые казахстанцы с каждым годом становятся только беднее. Рост цен на продовольствие стал обыденностью. Чем дальше, тем больше растет кредитная зависимость простых людей. Между тем, Национальный банк продолжает поднимать базовую ставку, заботясь в первую очередь о доходах банкиров, нежели кошельках народа, считает кандидат. Как заявил Ауизбаев, политику Национального банка нужно пересмотреть. Во главу угла должны быть поставлены интересы не олигархов, а населения. Как рассказал Нурлан Ауизбаев, партия давно добивалась введения прямых выборов акимов всех уровней. И пример сел показывает, что нужно форсировать введение выборность акимов городов и областей. Только тогда местные исполнительные органы будут работать на благо народа. На встречах было озвучено много разных мнений. Впереди небольшая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор информационного вещания – компания «Еломет» и физиотерапевтический аппарат «Алмак Плюс». «Алмак Плюс» способен помочь при артрите, артрозе и астехандрозе. Способен снять обострение и удерживать долгую устойчивую ремиссию артрита, артроза, астехандроза. Применяется для снятия боли и снижения воспаления в суставах и позвоночнике. Единственный физиотерапевтический аппарат, разрешенный для применения в остром периоде. Сохранить свободу движения и повысить качество жизни можно с аппаратом «Алмак Плюс». Спрашивайте в аптеках города. Продолжаем выпуск. Воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма является одной из основных задач исполнительных органов. На базе Карагандинского университета Казпотребсоюза прошла встреча с молодежью на тему ТАЮСС Казахстанных Дамуна Хускан Миным Лесим. Быть патриотом своей страны всегда большая честь для любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. Но патриотами не рождаются, ими становятся. Причем патриотическое воспитание в уверенно развивающемся государстве не следует оценивать только как творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь. Уважаемые участники встречи, сегодня особенная атмосфера царит в этом зале. Всегда приятно встречаться именно с молодежью, заряжаешься энергией, заряжаешься этим позитивом, который всегда царит в атмосфере среди молодежи. Со своей стороны мы всегда открыты к диалогу и готовы рассмотреть все ваши предложения. На базе Карагандинского университета Казпотребсоюза с молодежью встретились известные ученые и общественные деятели Караганды. Главная цель встречи – повышение мотивации молодежи через демонстрацию истории успеха казахстанцев. Они попытаются смотивировать молодежь, нашу молодежь. Сегодня молодежь будет не только КЭУ, да, сегодня будет молодежь из разных вузов, из разных молодежных организаций, волонтерских организаций. Их попытаются смотивировать на то, что сегодня очень важно в условиях строительства нового государства, в условиях глобализации, очень важно быть соучастным. Соучастным тем процессам, которые сегодня происходят. Спикерами выступили известные в стране ученые, общественные деятели, члены Ассамблеи народа Казахстана и лидеры молодежного сообщества. Они поделились личным опытом истории успеха, ответили на возникающие по ходу встречи вопросы студентов. В завершение мероприятия были вручены благодарственные письма от Ассамблеи народа Казахстана активным общественным деятелям за вклад в дело по укреплению общественного согласия. Седьмой фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий RoboLand 2022 стартовал в Караганде. В нем принимают участие школьники из разных городов республики и представители из других стран. Около 800 человек принимают участие в седьмом фестивале RoboLand 2022. Наибольшее количество команд из Карагандинской области – 125. Столицу представляют 24 команды. В целом на фестивале представлены все регионы Казахстана. Не обошлось и без зарубежных гостей. Из Узбекистана приехали шесть команд из России – три, плюс одна команда из Кыргызстана и две из Греции. Всех участников приветствовал заместитель Акима области Ербол Аликулов. Хочется в этот знаменательный день пожелать всем участникам успехов, конечно, и побед. И мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы наши дети прививали у себя все навыки IT-технологий, конечно, и в том числе робототехники. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с открывшимся фестивалем и желаю проведения успешного, замечательного праздника. Спасибо огромное. Команду Кыргызстана представляет 17-летний школьник Ренат Савитканов. Робототехникой он занимается на протяжении пяти лет. В Караганду приехал, чтобы напитаться новыми идеями. Во-первых, я хочу выразить огромную благодарность организаторам, которые дают возможность, скажем так, площадку молодежи, детям для развития в робототехнике, в проектной основе. И, получается, мы здесь видим, знакомимся с другими, узнаем новые проекты и даем для себя, для них мотивацию. Организаторы отмечают, что каждая команда проходила предварительный этап. Для участия в фестивале отбирали лучших из лучших. Дети у нас участвуют как от дошкольного возраста, заканчивая до университетов. То есть, каждая категория направлена именно на категорию детей, которые участвуют непосредственно в каждой каких-то категориях. Основными, так скажем, зрелищными мы выбрали именно 16 категорий. И порядка 700 детей мы планируем, что они у нас сегодня будут участвовать. Сегодня, завтра два дня. Соревнования проходят в 16 категориях, часть из которых вводится в программу впервые. Неизменными в организации этого события остаются электронная система регистрации и подведения итогов, а также независимая профессиональная судейская коллегия. Во-первых, это первый Роболент такого масштаба на такой площадке после пандемии, после всех ограничений, которые были связаны с пандемией, с коронавирусом. И это большой шаг, и для всего мира, можно сказать, одно из таких первых больших мероприятий уточного формата по робототехнике. То есть как раз ограничения во многих странах снятых, в том числе в Казахстане, это позволило собрать большое число команд, пригласить гостей и провести Роболент на уровне того, как это было в пандемии. Некоторые категории в соревнованиях этого года усложнили, а среди новых категорий значатся Биатлон и Тинге-Алу. Причем Тинге-Алу ранее уже имелась в категориях фестиваля, и сейчас ее представляют в международном статусе. Самыми популярными остаются Сумо, Роботов и Лабиринт. Каждый год на эти номинации поступает много заявок. Призы для победителей за первые три места в этом году не меняются. Это дипломы и медали, а также памятные подарки, связанные с техническим творчеством. Победители, занявших призовые места, будут нацеливать на дальнейшие соревнования в области робототехники «Робокап». 18 музеев страны представили свои экспонаты на республиканской выставке в Караганде. В областном центре впервые проходит республиканская выставка экспонатов из фондов музеев Казахстана между прошлым и будущим. А также состоялся международный семинар-тренинг «Музейная педагогика. Традиции и инновации». Эти мероприятия организованы к 90-летию Карагандинского областного историко-краеведческого музея. Национальный музей Казахстана представил украшения золотого человека, найденные в разных регионах страны. Кустанайский областной историко-краеведческий музей привез дамбру Амангильды Иманова, одного из руководителей национально-освободительного восстания 1916 года. Жан-Гильдинский музейный комплекс знакомит посетителей выставки со сборником Ахмета Байтурсынулы «Кыракмысал», изданной в 1909 году в Петербурге. Вниманию посетителей представлены 117 экспонатов из 18 музеев страны. «Мы решили собрать, не просто собрать, а сделать выставку из самых уникальных экспонатов, которые находятся в музеях республики. То есть у нас сейчас 20 регионов, и мы с этих 20 регионов, с областных музеев, таких же, как и мы, решили собрать экспонаты. То есть коллег не только экспонаты просто собрать, а пригласить коллег, чтобы они приехали со своим экспонатом, поставили здесь выставку». Также в музее состоялся семинар-тренинг «Музейная педагогика. Традиции и инновации». Его участниками стали сотрудники музеев России и Казахстана, ученые Караганды. Археологи-реставраторы провели мастер-классы. «Поэтому мы решили пригласить наших не только коллег, но и экспертов. Экспертов, педагогов, которые бы вообще рассказали, на каком этапе развития сейчас музейное дело. То есть это как вести экскурсию сейчас, как это делается, как делаются экспозиции. Сейчас просто взять экспонат поставить нельзя. Его нужно хорошо обыграть. Интерактив присутствует тоже». По словам научных сотрудников, музей – это не только хранилище истории, но и научно-исследовательский центр, сосредоточие коммуникаций. Здесь собрано все – история, знания, туризм. В Караганде стартовал 17-й республиканский турнир по четырехборью, посвященный памяти заслуженного тренера Казахстана Веры Карповой. В состязаниях принимают участие более 160 спортсменов из разных регионов страны. В лично-командных соревнованиях принимают участие 167 юношей и девушек из 20 команд. Четырехборья включает в себя бег на 60 метров, прыжок в длину, прыжок в высоту и кросс. Победители и призеры в отдельных видах будут награждены грамотами, медалями и призами. Карпова Вера Федоровна является 19-кратной рекордсменкой Казахстана, чемпионкой зимнего чемпионата СССР, чемпионкой Кубка Европы в командном первенстве по семиборью и победительницей многих международных турниров. В 2007 году Карповой Вере Федоровне посмертно присвоено звание «Заслуженный тренер Республики Казахстан по легкой атлетике». Республиканский турнир по легкоатлетическому четырехборью проводится в Караганде уже 17-й год подряд. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин